Сегодня мы пригласили Михаила Китова. Он изобретатель и выступил с предложением по инновационному методу добывания воды из водяного пара, всегда присутствующего в нашей атмосфере. Такой метод мог бы решить проблему засушливых районов и, в первую очередь, Крыма, чья проблема с доставкой воды усугубилась, да куда там усугубилась, просто стала критической после того, как Украина перекрыла единственный источник, по сути дела, пресной воды в Крыму, канал, который был построен, я не помню, от Днепра, по-моему, да? Да, Днепр. Да, они просто сначала его перекрыли временной дамбой, даже не дамбой, ну да, перекрыли полностью, а потом перекрыли бетонной, постоянной. И если мы посмотрим на снимки со спутника, видно русло, высохшее русло этого канала. Ну, естественно, есть и другие засушливые районы. Но особенно интересно нам решение проблемы Крыма. И что интересно для Крыма, ввиду того, что он находится полностью окруженный, так сказать, водной стихией, то с испарениями там как бы особых проблем нету, да? То есть, если мы так подумаем, какая должна быть влажность в таких районах, она достаточно высокая. И те, кто бывал в Ялте и на южном побережье Крыма, помнят, как жара, в общем, переносится не очень хорошо, потому что довольно влажно. А методы такие существуют. Но эффективных методов до сих пор нет. Готовясь к интервью, я почитал, разумеется, и интервью Михаила Титова, и обсуждение на этот счет. И в одном из источников указывается, что китайцы просто используют вот эти аппараты по осушению, какие используются в помещениях, которые абсорбируют влагу. И те, у кого были подвальные помещения, у меня такие были, действительно, там накапливается за сутки, ну, пару литров воды. Но идея Михаила Титова чрезвычайно оригинальна. Пожалуйста, поделитесь с нами, только погромче, пожалуйста, в чем заключается ваша идея? Моя идея заключается в том, чтобы без использования каких-либо источников энергии, электроэнергии, там, литерей и прочих, как это сейчас бывает, получать воду из воздуха естественным путем, в больших объемах. Основная фишка этой, как говорит мой брат, разработки заключается в том, что она полностью энергонизорительна. По крайней мере, до тех пор, пока существует в этом мире Солнце, она будет работать самостоятельно. То есть вы говорите о какой-то пирамидальной структуре, да? Да, в принципе так. В которой должна происходить конденсация водяного пара в процессе воздействия солнечной энергии. По сути дела, это в какой-то мере преобразователь солнечной энергии для получения воды. То есть непосредственно энергия используется для производства воды, солнечная, и плюс за счет взаимодействия, вернее, солнечной энергии с электромагнитным полем Земли. Ну, в последних интервью, которые я читал, написано, что у вас нет инвестиций для создания прототипа. Но эксперименты-то вы делали, то есть это доказано на практике? Да, это доказано на практике, ничтожных, конечно, количества. Дело в том, что по теоретическими разработками далеко не уедешь, нужно переходить к практической реализации проекта. А, как говорится, средств на это достаточность нету. Поэтому проект до сих пор находится в стадии так же замороженного. Потому что то, что можно было сделать в виде моделей, модели, они никому не интересны. Те хотят получить сразу большие объемы воды. Ну, смотрите, а нельзя провести эксперимент, сделать небольшую модель и показать объем воды, получаемый в результате использования этой модели, в сравнении с существующими методами? И показать, что на единицу как бы... Дело в том, что там сложность в чем заключается? Объем производства воды напрямую зависит от размеров установки. Она растет в геометрической прогрессии, в зависимости от... То есть увеличиваете вы линейный размер установки в два раза, у вас производительность возрастает в четыре раза. Увеличиваете линейный размер установки от базовой в три раза, получаете производительность в девять раз. Ну и так далее, в геометрической прогрессии. То есть, чем больше установка, тем больше ее выход по воде. Но проблема в чем? Я почему минимальную такую установочку можно сделать, то есть 3 на 3 метра в плане 2,12 высотой? Потому что меньше... Я с удовольствием сделал маленькую пирамиду, показать, чтобы она работает. Но некоторые физические принципы, которые используются в этой разработке, не попросту не будут работать. Вам любой теплотехник скажет, что для того, чтобы получить минимальную тягу, вам нужен перепад за метр. Хорошо. Какие материалы необходимо использовать? В чем дороговизна производства прототипа? Как вы знаете, все мы пользуемся автомобилями. В принципе, вещь доступная, недорогая, относительная. Это, конечно, очень дорогая, но с тем, когда какая-то модель машины ставится на конвейер, на нее идут огромные затраты. Ну, где-то порядка, даже на 6 тысячи, то есть, когда просто там бампера решетку меняют, и кто-то доходит до суммы 3-4 миллиарда долларов. А потом, когда сотни тысяч штук производится, там это все распыляется на это количество, и там как бы ничтожная производство стоимости. Так и тут. Для того, чтобы сделать нормальный, полностью пригодный для серийного производства прототип, нужно быть, соответственно, вложение. Там нужны, допустим, матрицы для... Нет, еще рано о производстве. Нужно доказать на практике, что это дает действительно... Я понимаю. Дело в том, что сделать модель еще одну, только большого размера, я могу, но не буду. А у вас есть маленькая? У меня есть маленькая в гараже. Если хотите, я вам скину. Видео. А можете прислать видео, как оно работает? Видео могу, но оно, как бы, не специалист, оно вообще не впечатляет, конечно, там по капельке буквально. Ну, тем не менее... Ну, хотя бы, чтобы вода появилась. Процесс, да, процесс имеет место. Ну, естественно, это было снято летом. Дело в том, что зимой получить воду из морозного воздуха, в принципе, можно, но ее ничтожно мало содержится, потому что она... Ну, чаще всего проблемы в засушливых местах, где зима как раз не особая проблема. Ну, да, взять те же штаты, это Калифорния, здесь тоже Австралия, это вся Австралия. Огромные территории. Ну, и Крым, надо сказать, что в сезон дождей у них, как бы, скорее всего, идет сбор дождевой воды, так или иначе. Ну, они создают хранилища, пытаются эту воду собрать, бурят склажины. Кинулись, вот когда возникла проблема с подоснабжением Крыма, в первую очередь они начали бурить склажины. Хотя опыт уже плачевный был в этом плане. Дело в том, что там тресная вода подпирается соленой. И по мере отбора этих... Минерализация воды очень высокая. Да, сильно соленая. Сильно соленая вода есть, пожалуйста, в Австралии, в большом людьем... Так в Крыму они окружены, в общем, этим соленым морем-то с этим, нет? Да, и происходит регистрация соленой воды, и даже на большие расстояния подскочено. А в чем, собственно, проблема опреснения, именно энергетическая? Ведь, по сути дела, мы можем дистиллировать воду, даже испаряя ее по принципу самогонного аппарата, и она будет конденсироваться уже без солей. Но тут есть интересный момент. Дело в том, что вода способна переносить информацию. Знаете, еще когда-то бабушки там страдали... Ну, вот сделав это заявление, мы сразу отсекаем две трети наших слушателей, которые... Этого не нужно. Мы говорим о практической вещи. Я в Канаде, кто-то может заинтересоваться, связаться, предложить вам инвестиции. Как только мы начинаем говорить о памяти воды, это сразу становится шаманством в их глазах, и это совершенно не нужно. Есть яркий пример. Израиль. Стало ли производить опресненную воду из моря? Ну, помимо того, что это крайне энергетатратная вещь, нужно, опять же, ростов снова выливать в это же море, происходит ухудшение экологической остановки, там... Осталенность воды повышается, полно не будет, но это дело десяток. Но в результате использования такой воды, количество раковых заболеваний, выросло, не просто там на 10-20%, а в 3-4-5 раз. Есть данные. Но мы знаем, что дистиллированная вода не очень полезна. Мы с этим знакомы. Дело в том, что сама вода по себе, она безрейна, скажем бы. Но, когда вода берется из моря, а это, по сути дела, восточная канала, в ближайших районах, все туда смывают, остатки жизнедеятельности, и все это там плавает. И вот, грубо говоря, если предположить, что вода имеет свойство запоминать информацию... Для продвижения вашей конкретной идеи этого не нужно. Каждое утверждение рождает целый ряд оппонентов. И надо идти по наименьшему пути сопротивления. Я просто вкратце пытаюсь объяснить. Дело в том, что, когда вода проходит естественный цикл, то есть испарение под воздействием солнца, потом перенос солнца, потом конденсация дождя, там, это, и уходим еще от авто, тумана, милая. В этом случае она получается энергетически, и, ну, в данном случае, извините, естественно, сложно выкинь, информационная, чем-то. Скажите, сколько в объеме, в одном литре воздуха в среднем заключено водяного пара, если перевести в жидкую воду? А тут дело в том, что это не прямая зависимость, она варьируется в зависимости от температуры и давления. То есть портальное давление водяных паров, оно тоже величина непостоянная. Не, ну это, разумеется, ну плюс-минус, как бы, 20 градусов температуры там. В 1946-м, по-моему, году, где-то в конце 40-х годов в Дубае наблюдалась конденсация воды при 45 градусах Сельсия. То есть настолько много было водяного пара в воду, что при такой температуре он начал конденсироваться. То есть, представляете себе, какая там дара была, что практически можно творить оживление. А в этом случае, ну, допустим, пример такой, ну, при 30 градусах Сельсия, при 60% влажности, относительно, ну, абсолютно, ну, и содержится где-то, что, сейчас убрать не буду, или 29, или 32 грамма. И повышение температуры на 5 градусов, там увеличивается чуть-чуть не в 3 раза удержание водяных паров. То есть, вонбук, он имеет свойство, чем выше его температура, тем больше водяного пара он способен себя убрать и удержать. Тут есть таблицы, можно ознакомиться, посмотреть. Но дело не в этом. Дело в том, что, как и вы, наверное, как и многие другие, представляют себе процесс конденсации так, что надо какой-то объем воздуха пропустить в какой-то прибор и забрать из него воду, из этого вода. И так все и поступают. Что касается примера, который вы говорите, чтобы наглядно было, да, каждый может сделать этот опыт дома, и вы в том числе. Представьте себе, что в жаркий летний день вы из холодильника достаете баночку коксиковой, или сока, там, не знаю, обычную стандартную алюминиевую баночку, и ставите ее на стол. Что произойдет? Капельки воды начнут конденсироваться на поверхности. Да, абсолютно верно. А почему? Потому что она холодная. Да. Именно поэтому. Там, я думаю, двойная вещь. Когда мы ее заморозили, тонкая пленка жидкости замерзла вместе с ней. И когда мы ее выставляем, она начинает таять. Ну, это потаяло, но она все равно потом начинает конденсировать воздух с окружающего пространства. То есть конденсировать воздух с окружающего воздуха. Согласитесь, да? Да, потому что есть разница температур значительная, и водяной пар конденсируется на холодном отомске. Это типичный пример конденсации влаги на какой-то охлажденной поверхности. Там не обязательно может быть алюминий или стали, или что-то такое. Там может быть камень холодный. Ну, на этом оно все и конденсируется. Золотистый, да? Ну, в этом случае у вас вода эта конденсируется вместе с бактериями, с пылью, с грязью. Все, что несет ветер, то, что у вас находится в комнате, в потолках, грубо говоря. Она получается как бы грязная. И все пытаются сделать такую поверхность, на ней конденсировать, потом собрать эту грязную воду с мошками, за тем, что ветер несет листьями, а потом ее очистить и как-то приспособить для тепля. Обычно все эти установки, которые сейчас в мире существуют, там, наверное, разные совершенно принципы, но они все выполняют вот так эту работу. А что будет, если вы эту баночку завернете, ну, допустим, в чистый носовой класок? И так же поставите? Как по вашему? Он станет мокрым. Правильно. Он промокрый. Потому что процесс конденсации будет такой же, но класок промокрый. А что будет, если вы этот класок, завернете эту баночку в этот класок, но оставите какое-то расстояние до схемы? Ну, фильтрация, наверное, будет за счет этой оболочки. Все равно будет конденсироваться на стенках. Правильно. Но в этом случае конденсироваться будет уже гораздо чистая, более чистая вода, чем та, которая была бы конденсирована. Но с другой стороны, можно ее профильтровать тем же успехом после. А зачем? Можно получать сразу чуть-чуть. Ну, можно. Но дело в том, что класок – это всего лишь какая-то мембрана. Просто это будет препятствовать этому процессу, потому что он недостаточно… То есть, если вы сделаете препятствие, то объем водяного пара, который будет конденсироваться, снизится. Хорошо. Дело в том, что… Ну, зависит от ткани, насколько она проницаема для этого, но, во всяком случае, можно предположить, что это будет препятствовать. Можно создать оболочку паропроницаемую. Ну, непроницаемую для… И в этом случае давление, порциальное давление водяного пара, находящегося в атмосфере, оно постоянно на тот момент времени, в зависимости от температуры и влажности, которая в данный момент в окружающей среде, оно все равно будет продавливать эти молекулы воды через эту мембрану, оно будет конденсироваться на холодной поверхности. Поэтому, для нас же есть экономика, чем больше мембрана, тем больше воды конденсируется. Ну, а если предположить, что вы создали форму у этой баночки не сервиза, а кону. Окей. И у вас есть зазор. Как по-вашему, вода будет стекать со стеночками? Ну, гравитация, да, будет. Ну, что гравитация? Ну, уже ближе. Но дело в том, что создать клону большого размера технологически плотно. Да. Поэтому проще сделать пирамиду. Пирамидами. Единственное, что ее нужно правильно расположить в пространстве. Какой лучше материал использовать? Материалы могут быть абсолютно разные. Но наиболее эффективные, те, вот, допустим, разработка. Я провел очень большой объем по материаловизме. Подходящие материалы, те, что производятся, те, что производятся. Те, что даже их природа. Как добиться, чтобы оно охлаждалось? Ведь оно будет нагреваться от солнца и становиться, наоборот, раскаленным и испарять все. Ну, это абсолютно интересный вопрос. Рано или поздно эта же баночка, вытащенная из холодильника, она же нагреется. Перестанет конденсировать воду. А почему? Потому что, когда вода испаряется с поверхностью чего-либо, она эту поверхность охлаждает за счет погрузки. А вот когда она на чем-то конденсируется, она эту поверхность нагревает. Все прекрасно знаем, когда в детстве вылезшие, там, из речки или из моря, ветерок подул, и у нас сразу гусиная кровь. Это локальное переохлаждение. Наш организм так реагирует на локальное переохлаждение. То есть, тут же сжимает поры. Естественно, когда вы в мороз попадаете в туман, вам кажется, что стало теплее. На самом деле, потому что на вашем лице стала комментироваться эта влага тумана, она стала его не нагревать, а она была тоже более сильно повозьем. Таким образом, рано или поздно эта баночка нагревается. Потому что на каждый грамм конденсированной воды, там, сто сорок килл, по-моему, калорий. Хотя цифру не помню, но не все важно. Рано или поздно она нагреется. То есть, для того, чтобы она была постоянно холодной, ее нужно охлаждать. Правильно? Теперь едем дальше. У вас, у меня, у всех, наверное, кто этот канал будет слушать, дома есть обычный холодильник. Все холодильники условно можно поделить на два типа. У одних есть компрессор, а у других компрессоров нет. Если в первом случае компрессор, то есть мотор, качается кладоген по контуру, он так работает, то в другом случае нагревается сам кладоген. Во втором случае что? Нагревается в определенном месте сам кладоген. Есть еще третий принцип. Вот у меня стоит холодильничек. Это принцип Зельбека. Когда идет электрический поток и есть разные среды, разные материалы, то на одном конце он нагревается, на другом охлаждается. На этом, в принципе, сейчас делают такие маленькие холодильники. Ну, для автомобилей. У нас передача такая была, мы подробно разбираем этот эффект. Он был еще открыт в начале, в середине 19 века, но получил применение только недавно. Я в курсе. Но дело в том, что КПД у него ниже таких холодильников, чем у обычных, скажем так. И поэтому в бытовом плане они практически не применяются. Я очень доволен. Вот у меня стоит маленький холодильничек и он очень холодит. Ну, да, я в курсе. Ну, скажем так, если мы не будем брать… Дело в том, что элементы КПД довольно дорогие. Их можно использовать, но смысл в чем? Нужно использовать как раз для охлаждения этой баночки второй тип холодильника, который без компрессора. Окей. Дело в том, что там обычно стоит спираль электронагревателя в одном месте. И она по контуру, также по несколько любому алгоритму гоняет тот же самый сладкий. Дело в том, что многие, особенно, я не знаю, в Америке, вкратце распространены у дальнобойщиков, которые перевозят грузы на большие дистанции, у них есть в машинах такие холодильники. Но они бывают часто в целях экономии, там, вращения, они будут на высоте. Может работать электричеством, может, газовые горелочки, буквально четырех горелочек – это вполне достаточно для того, чтобы он работал. Кемперы вот эти, которые оборудованы, они тоже обычно либо электрические, либо газовые, либо то и другое. Но в принципе в чем? Там нужно просто нагреть что-то. Определенный участок в этом холодильнике нагреть, и он будет охлаждать системой. У вас консульт дармовой накопитель, вернее не накопитель, а дармовой реактор, который постоянно обреет. Если вы построите охлаждение этой баночки, например, в холодильнике, а поставите вместо электричества или газового баллона поставите просто солнечный элемент, который в термальном месте обычно использует, грубо говоря, в совсем упрощенном виде бочку с покрашенной черным цветом. Ну, лучше, конечно, использовать современные материалы, которые… То есть без потери энергии на преображение в электричество? Просто тепловое? То, что у нас в Израиле использовали для нагрева воды? Да. Стоит панель, которая, ну, бывает там… Я вспомнил, это называлось дуд-шемеш. Шемеш – солнце, а дуд – это сокращенное от бака. В целях экономии тоже, допустим, душно греет. То есть она днем греется, а вы вечером прошли с работы вставших, а ну и горячей водой. То есть это очень существенная экономия греет. Ну, это уже применяется. То есть ничего, так сказать, по компоновке из нового я тут особо не… Окей, ну, мы стали охлаждать, и оно конденсируется, сливается, а внизу как бы накопитель. Да. Ну, надо посмотреть, какая эффективность это. Эффективность? Ну, как вы думаете? Я не знаю. Тоже боюсь, вы тоже или ваши пушатели посчитают меня очередным, так говорится, вероятским сумасшедшим. Но, знаете, есть такая страна египет, а там есть плато ГИТа. А на этом плато ГИТа стоят огромные-огромные пирамиды. И они вполне допускают, что они там были маяками когда-то, или средствами дальней связи до космоса. Но что они точно выполняли функции конденсата воды, это я могу доказать. Это, конечно, продукт не полугубежникари, которые делали там в какие-то времена. И они их, естественно, не устроили, и построить и могли. Это, скорее всего, артефакт прошлой цивилизации, который сел в какие-то противники. Ну да, но это тоже отклонение, оно лишнее. Если мы начнем утверждать, что пирамиды ГИЗа служили для конденсации воды, то надо будет объяснить, как они их охлаждали. И как они собирали эту воду. Это, опять же, в такой тонкой вещи, как инвестиции, каждое сказанное слово, как при задержании полиции, может быть использовано против вас. Огромное спасибо, Михаил. Это было очень интересно. Последние вопросы. Вы патентовали это открытие? Нет, конечно. То есть вы дарите его всему человечеству? Нет, почему же? Там есть определенный ноу-хау, и там, конечно, будет патентоваться. Но дело в том, что на этом этапе, когда только имеется в виду разработка, ну, пускай рассчитанная, обсчитанная, все. Патентовать смысла нет никакого. Понятно. Чисто конкретно, трехметровое строение. Сколько вам нужно денег, чтобы произвести, чтобы оно работало? В единичном экземпляре. 70 тысяч долларов. Сколько? 70 тысяч долларов. Что ж так дорого-то? А что значит дешево? Ну, вот если сделать калькуляцию материалов, это из золота его, что ли, делать? Нет, нет. Ну, я могу объяснить. Ну, допустим, мне нужен профиль алюминиевый. Что, что? Плохо слышно. Говорите громко. Мне нужен, допустим, экскрузированный алюминиевый профиль. Для того, чтобы… Их великое множество. Там, строительство применяется где только… Но такой, какой мне нужен, такого нет. Чтобы его сделать, нужна матрица. Матрица стоит от 6 до 10 тысяч долларов, зависит где заказывать. А если кустарно сделать? Кустарно ее не сделаешь. Это высокотехнологический продукт, который потом под давлением 200 атмосфер через нее пропускается грузья, такие цилиндры алюминиевые продавливаются при этом. Но у вас уже есть написанное предложение из мета? Ну, есть цены, я считал, где-то еще лет пять тому назад. Там, конечно, много еще поменялось. Там потенциал алюминия на рынке, скажем, что туда-то сюда. А их мне надо три штуки. Естественно, эти матрицы не на одну установку, а на швотни уже пойдут. Ну и смысл. А лепить, допустим, сделать просто еще одну большую, пускай, модель. Она будет с низкой производительностью. Ну, будет там 40-50 микрородовая. Сколько в сутки? Ну, 40-50. Это немало. Немало, но, вы знаете, у нас... Я с многими общался. Всем надо, чтобы било, как вода из-под крана. Да, никто нам меньше не согласен. Им просто-просто становится неинтересно. Почему? Потому что вот... Скажите, а вот продув не увеличивал бы ли, казалось бы, если происходил бы как бы... Вот при ветре этот процесс должен идти более интенсивно, чем при абсолютно стоячем воздухе? Ну, вот если вы выйдете на улицу, так, обмахнете палец, так, как это, и ветер пощупаетесь, вы поймете, что мимо вас несет огромное количество кубометров воздуха. В каждом кубометре содержится какое-то количество воды. Даже если вы не ставите себе задачи, там, забрать половину, треть, даже десятую часть этой воды, все равно в течение светового дня мимо вас там тысячи кубометров пролетят мимо. И даже если несколько молекул из каждого кубометра удастся вам захватить и удержать, это складывается в огромный... Скажите, а вот после того, как вы сделаете эту матрицу, по ней уже можно делать производство, да? Ну, по сути дела, да. Приблизительно при производстве, скажем, тысячи или десяти тысяч таких установок, какова будет себестоимость каждой? Ну, по ценам, скажем, пятилетней давности, там было в районе 150 тысяч, это с алюминия. Вы имеете в виду долларов или рублей? Рублей. Это, ну... А 70 тысяч, вы сказали, долларов, да? Да, сейчас 70 тысяч было. Понятно. А себестоимость самой производства, самой установки была в районе 150, ну, вставать не 50, что-то так, рублей. То есть по тем ценам, ну... И вы хотите сказать, что такая установка будет давать сколько литров воды в сутки? Полторы тонны. Ну, это базовое. Ее можно на универсальном монтаже способности, можно наращивать объем в зависимости от потребностей заказчика. То есть вы хотите, чтобы такая установка... Ну, там, кратная. То есть по длине... Тогда вопрос, а почему никому другому не приходило в голову объединить такой холодильник с конденсатором влаги? Ну, почему? Приходили, но у них проблема в чем? Они не знали, куда отливать избыточное тепло. Как вы сказали, с вашим холодильником на элементах пельте, там одна сторона охлаждается, а вторая-то нагревается. Да. Вот. А я как раз вот эту проблему... Отлично. И очень эффективно. Ну, я видел, вас интервировали солидные издания. А вам удалось привлечь внимание правительства или каких-то... Вы сами понимаете, не знаю, как в Америке, в Израиле, но в России, господа, чиновники, мало заинтересованы в том, чтобы что-то там... Если будет команда сверху, так сказать, что-то сделать... Ну, письмо Путину вы писали? Путину нет. А вы напишите. Вот он точно заинтересован, чтобы в Крыму была вода? Ой, я вас умоляю. Возьмите вилку и снимите лапшу сушить. Они заинтересованы в том, чтобы была стабильная ситуация, чтобы, грубо говоря, не погнали с данными тряпками. Ну, смотрите. В принципе, можно попробовать дозвониться на прямую линию, сказать, Владимир Владимирович, вот я придумал пирамиду, из которой будет течь, как у Моисея из скалы, вода одним потоком. Велите вашим чиновникам разобраться. Он на карандаш там поставит. Ну, вот эти скалы – это не метафора. Это на самом деле возможно. Вы думаете, это из-за конденсации было? Ну, во-первых, такую штуку еще Ломоносов описывал. Так что, когда говорят, что там… Дело в том, что в той же Библии такую гладить информацию при соответствующей обдумывании некоторых вещей много полезного можно подчеркнуть. Если бы вы оказались в пустыне, как бы вы попробовали добыть воду? Элементарно. Ну, желательно иметь, конечно, ведро, чтобы было туда собирать, плащ-палатку и кусочек латать, ну и лопатку. Вау. Отлично. Михаил, огромное вам спасибо. Была очень интересная передача. Всех, кто нас видит, просим разобраться. Если заинтересуетесь связаться с изобретателем и, возможно, наладить какие-то деловые сотрудничества. Ну, вы знаете, ко мне обращается огромное количество людей, ну, как правило, либо тех, кого уже прижало в ситуацию с водой. Не обязательно это Крым. У нас, слава Богу, не слава Богу, а очень плохо, что ситуация такая в Астраханской области, в Калмытии. Ну, сейчас засыхать. Я живу в Ростовской области, но я пользуюсь покупной водой, потому что нормальность по охранам не идет. Хотя речка буквально километра от меня. Северский Донецк. Я вам скажу, почему дело не идет. Вот если бы у вас не вода, а водка бы образовывалась. Ну, возможно, возможно. Из воздуха. Получение водки из воздуха. Тогда дело бы пошло гораздо быстрее. Долго не прожил. Потому что слишком большое количество конкурентов. Если вы говорите, патентовал влияет, те же китайцы плевать хотели на любые патенты, то мне как-то не приезжает бегать потом. Просто если верить, что в России много пьют, значит, они выдыхают пары спирта. Значит, содержание в атмосфере паров спирта над Россией выше, чем в других местах. И можно его попробовать собрать. Пьют из области ВИПов. Пьют гораздо больше. А, ну вот им эти методы и продать. Итальянцам, германцам, англичанам. Англичанам, если по количеству пива. Я бы не сказал, что... По крайней мере, там, где я вот жил, бывал, и это самое... Ну, есть, конечно, украшения такие. Ну, чтобы народ пьянствовал, как он и нет. Да, пойдем. Огромное вам спасибо. Очень интересная беседа. До свидания. До свидания. Ну, что, обращайтесь. Спасибо. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Поставьте лайки. Перешлите видео друзьям, знакомым, близким. На нашем канале мы обсуждаем самые разные вопросы науки. Приглашаем как докторов наук, специалистов, технологов, разработчиков, экспериментаторов. Так и каждого из вас, кто интересуется наукой, кто хочет поделиться своими идеями, кто хочет обсудить. Мы являемся мостом между ученым миром и нашими дорогими зрителями. Пожалуйста, подпишитесь и не забудьте поставить лайки.